Катерина Мурашова. Лекция. Школа. Уроки. Быт. У нас сегодня с вами интересная тема, но она... Сегодня у нас трагическая тема. То есть, да, 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 у нас сегодня трагическая тема, и мы с вами для начала, ну, чтобы подчеркнуть трагичность всего этого, но это очень правда. Помните, как начинается роман Ива Толстого, Анна Каренина? Все помнят, да, значит, все счастливые семьи похожи друг на друга, все несчастливые семьи несчастны по-своему. Вот, значит, на этой ужасной ноте мы с вами потом попытаемся найти что-нибудь светлое. Со своей стороны я буду очень пытаться, а потом мы сегодня достаточно много оставим на вопросы, вот, и на ваш, как бы, на обратную связь мы попытаемся найти свет в конце тоннеля. Значит, вот это 360 градусов, вот, значит, у нас какие-то оси. Это общая масса родителей школьников, то есть общая масса родителей школьников, и среди них, значит, круг это 360 градусов. Среди них наверняка найдутся люди, которым достались такие дети, которые вот пошли в школу, в которую их отдали, и там они с удовольствием готовят уроки, им не нужно помогать в этом. Они прекрасно вписываются в коллектив и строят гармоничные отношения с учителями. И так они проходят школьную жизнь 10-11 лет, ну, там, у кого как все это складывается, не нуждаясь в каких-то вот драматическом участии родителей. Как вы думаете, из 360 градусов, сколько мы возьмем сектор вот этих детей? Ну, один, я, нет, я все-таки два, да, да, совершенно верно. Я бы так и сделала. Вот, соответственно, вот это вот наши вот эти вот дети, которые так, вот так случилось, причем такие дети бывают, и вы знаете, я видела их своими глазами, то есть они реально бывают. Сказать, что таких не бывает, нет. Кроме того, есть еще родители, значит, мы со стороны детей посмотрели, кроме того, есть еще родители, которым совершенно все равно, как учатся их дети. Ну, вот у них вообще на это вот на все как бы не фиксируется. То есть, ну, дети пошли в школу, да, разумеется, их нужно отдать, им нужно купить портфельчик. Если дети получают двойки, то эти родители, это нормальные родители, то есть поймите меня правильно, я вовсе не говорю об социальных людях, которые, ну, не занимаются воспитанием своих родителей, по которым, соответственно, плачет, ну, вот это вот органы опеки и так далее. Нет, я говорю про тех родителей, которые детей, которые получают двойки дежурно ругают, то есть они говорят, ну, что ты двойку получил, ну, это же плохо, ну, надо ее исправить, сделай с этим что-нибудь. Мне вот это, если дети учатся, получают пятерки, то родители их также дежурно хвалят. Пятерки, три пятерки принес сегодня, молодец, хорошо, да, это вот радуешь папу с мамой, да. Дело в том, что это нормальные абсолютно люди, но для них учеба ребенка не является вот точкой фиксации. Сколько мы возьмем таких родителей? Нет, насчет 90 вы погорячились, это не сейчас. Я не вижу, сколько лет тому человеку, который это сказал, но это явно не сейчас. Сколько вы возьмете? Нет, вот пара, мне кажется, маловато. Все-таки сколько? Ну, процентов не 20 сейчас уже нету. Ну, может быть, есть, но не в Москве. Вот, кстати, да, вот хорошо, что географически это очень различается, но давайте мы, поскольку мы находимся с вами в мегаполисе, а я приехала из другого мегаполиса, давайте будем все-таки городской цивилизацией, ориентироваться на городскую цивилизацию. Я думаю, процентов 10 мы можем взять. То есть мы добавим еще вот столько. Вот это у нас родители, которые, семьи, в которых как бы дети не учились, родители относятся к этому с философским спокойствием. Дело в том, что вот я выросла в цивилизации, где таких родителей действительно было очень много.